Здравствуйте, с вами Романов Сергей. И сейчас мы с вами попробуем разобраться с построением примитивов. В 3DMAX примитивы принято делить на две основные группы. Это простые примитивы и составные примитивы. В свою очередь простые примитивы делятся еще на две группы. Это стандартные и усложненные. Ну, начнем с самого начала. Это со стандартных примитивов. Для того, чтобы вызвать команды построения стандартных примитивов, можно зайти в главное меню. В свитке создать креат стандартные примитивы. И нам открывается свиток как раз с этими стандартными примитивами. Также можно зайти в командную панель. Самая верхняя строка также креат создать. Следующая идет строка геометрия, объемной геометрии. Свиток стандартные примитивы. И также попадаем на команды создания стандартных примитивов. Но прежде чем начать строить их, хотелось бы разобраться еще с одним определением, что такое параметрические объекты. В 3дмаксе принято считать параметрическими объектами. Это объекты, которые строятся, редактируются. И также анимируются с помощью параметров, которые они имеют. Ну, приступим. Но для начала выберем, наверное, самый такой простой примитив. А примитив – это сфера. Нажав на кнопку, мы видим, что открывается панель настроек. И самый верхний, что нас интересует – это радиус сферы. Из школьного курса геометрии вы знаете, что так же, как и окруженность, сфера имеет всего лишь один параметр – это радиус. Ну, построим его. Нажмем левую кнопку мыши и ведем мышку вдоль сетки. Таким образом, в один клик мы строим в данном случае эту сферу. Вот конкретно она имеет такие параметры. 16, ну, почти 17 сантиметров ее радиус. Ну, в примитивах есть еще одна сфера – это геосфера. Если вот мы нажмем на нее, и точно так же мы построим ее. Они, на первый взгляд, как бы сказать, одинаковые. Их разница, вот давайте приблизим, лишь в строении сетки. Применяются они в основном геосфера для больших сфер. Плюс этой сетки в том, что при наложении текстуры не происходит искажение, как в обычной сфере, вот за счет вот этих вот верхних и нижних узлов. То есть здесь происходит деформация изображения при наложении. В данном случае в геосфере этого не происходит. Вот это ее плюс. Но где конкретно применяется, это будем уже разбираться гораздо позже. Да, еще вам для развития. То есть в данном случае я вот сейчас переключился с полноэкранный вид при помощи горячей клавиши Alt-Dubby. Ну так, для развития вам. Дальше приступим. Что у нас здесь? Бокс. Мы видим, сразу открываются три параметра. Он у нас трехмерный в данном случае. Бокс это прямоугольная призма. Построим ее. Также берем левую кнопку мыши и ведем по сеточке. Не отпускаем мышку. И мы видим, что строим сразу два параметра. Это длина и ширина. Если мы отпустим, зафиксируем этот прямоугольник и начнем поднимать, то мы строим высоту. Если вниз опускаем, строим высоту, но с знаком минуса. По отношению к сетке, на которой мы строим. Ну, нам это сейчас не обязательно. И щелчком фиксируем. Вот в данном случае построили мы прямоугольную призму вот таких вот параметров. Ее можно здесь менять. Любой параметр. Ну, об этом будем говорить гораздо позже. Чтобы у нас не строилось еще один куб, у нас выделена команда бокс. Нужно нажать правой кнопкой мыши на пустом поле. То есть, отказавшись от построения следующего куба. Дальше идет у нас какие предметы? Ну, вот цилиндр. То есть, цилиндр имеет два параметра. То есть, соответственно, можно его создать в два клика. Первый, также зажав кнопку, мы строим диаметр. Отпускаем. Второй строим высоту. И фиксируем ее. То есть, ничего сложного в этом нет. Далее, какие здесь идут примитивы? Труба. То есть, здесь мы имеем два радиуса и высота. Построим его. И также берем мышкой. Один радиус. Потом второй радиус. Можно наружу, можно внутрь. И отпускаем высота и фиксируем. Вот мы построили в данном случае трубу. Вот с такими параметрами. Дальше идет торовая поверхность. Также здесь два радиуса. Всего лишь два радиуса. То есть, один радиус. Но сразу почему-то выдает программа радиус. Когда мы отпускаем, он пропадает. И строим второй радиус. То есть, толщину этого тора. Далее, что у нас здесь идет? Пирамида. Также берем, строим прямоугольник. Фиксируем. И поднимаем высоту. Вот в данном случае. У нас здесь три параметра. Так, еще что дальше у нас идет? А, мы пропустили здесь конус. Конус. Два радиуса и высота. Ну, строится он практически так же, как цилиндр. Только верхний радиус. Можно менять, делать усеченный конус. И если вам нужен полноценный конус, то второй радиус можно обнулить. Это можно сделать, или выделив, поставив ноль. Или же навести мышку вот на эти стрелочки и нажать правую кнопку мыши. И параметр обнулиться. Это работает во всех окнах. Так, далее, что у нас построили? Дальше идет план. Ну, план это плоская фигура. Просто плоскость. И идет дальше у нас здесь чайник. Ну, как бы я сказал, это чайник, это, наверное, визитная карточка 3D Max. И он поставлен для прикола. Наверное. Не знаю. Так, вот мы с вами построили, в данном случае, примитивы. Ну, на этом разрешите первую часть этого занятия построения закончить. До встречи.